Цветение сакуры официально начинается здесь, в токийском храме Ясукуни, где растут контрольные деревья японской вишни. Когда на каждом из них распускается не менее пяти цветов, метеоуправление объявляет о начале сезона ханами – любование цветами. По аллее сакуры в столечном саду Уэна ежедневно прогуливается по 200 тысяч человек. Пик цветения – это еще и пик туристического сезона. Порой кажется, что иностранцев в этой толпе даже больше, чем японцев. Именно в эти дни понимаешь, что сакуры в Японии действительно очень много. Деревья покрыты белой или розоватой кипенью не только в парках и на городских газонах, но даже вдоль эстакад токийского хайвея, проходящих на уровне многоэтажных зданий. В период ханами продажи спиртного в стране увеличиваются в разы. Сакура – уважительный повод и для внеофисного корпоратива и студенческого пикника, благо начало цветения совпадает с каникулами. Закуска и саке тоже, кстати, дань вековой традиции. Все признаки обязательного ритуала любования сакурой у японской аристократии имела уже в конце позапрошлого тысячелетия. В IX веке император Сага и его придворные устраивали обеды под ветвями распустившейся вишни и сочиняли стихи. Вот как в оригинале звучит хайку на тему сакуры самых знаменитых японских поэтов Мацуо Басё и Кобаяси Исса. Перевести это на русский, не растеряв всей прелести и изящной простоты классического 17-сложного японского размера невозможно. В первом случае речь о том, что сакура навевает разные воспоминания, во втором о том, что опадает она слишком быстро. Получается как-то плоско и банально. То же самое происходит при попытке объяснить глубинный смысл японской традиции смотреть на цветы. Не случайно, кстати, те самые контрольные деревья растут именно в храме Ясукуни. Китайцы и корейцы называют его символом японского милитаризма. А для японцев, особенно до войны, он был главным храмом национальной религии синто. Ясукуни посвящен всем японским воинам, погибшим за императора. Правда, получилось так, что среди них оказались и военные преступники Второй мировой войны, казненные по приговору токийского трибунала. Там же в Ясукуни стоит памятник летчикам камикадзе, которые рисовали лепестки сакуры на бортах своих самолетов. Цветущая сакура как метафора человеческой жизни. Цветы распускаются всегда внезапно и также внезапно исчезают, не оставляя следов. А через год на их месте появляются новые. В старину опадающие лепестки с ветвей японской вишни сравнивали с самураями, павшими на поле боя за императора. Сейчас пафоса в отношении к этим цветам заметно поубавилась, но любование сакуры по-прежнему важная, неотъемлемая часть японской культуры. Сергей Мингажев, Алексей Печко, Вести, Токио, Япония.